Друзья, вот пожалуйста Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео обзор ярмарки город Кропоткин, птичий рынок, канарейки, попугайчики, курочки. Пойдем посмотрим, по возможности узнаем цены. Такой красавчик Розелла, самец, мальчишка по возрасту полтора года. По цене примерно хозяина нет, непонятно, что почем. Но здесь в какарике. Здесь карелы взрослые. Пары порованы. Так тут пары порованы уже прям, да, просто? Гнезд доставили. Гнезд доставить и можно добиться птенчиков. А по возрасту как? Сколько им по возрасту? Год и месяц. Год и месяц, да? Ясно. Здесь сразу джунгарский хомячок по 100 рублей. А это сирийский, да, хомяк? Да. А он сколько стоит? Тоже 100 рублей. Вот еще сирийцы, видите? Просыпается. Курчавые есть, да? Или просто он взмок? Нет, это кучерявые. Кучерявые, да? Красивые. Пуховые. Пуховые. А почем ваши нутрии? 1200. Ага. Здравствуйте, а почем неразвучники? 400. 400? Это уже, наверное, месяцев по 9, им по 8, да? Понятие. Я не хозяйка. Только по ценнику, знаете. Такие вот красавцы сбывают на ярмарке. А почем ваши крупненькие волнистые? По тысяче. По тысяче. Это малышня все, да? Да. Смотрю, переносицы. Сюда же толком не понятно, где мальчики и девочки. Ага. Все вот тут это выставочные чехи? Как правильно назвать? Получехи. Полу-выставочные, да. Кто-то из родителей был крупный, а кто-то был простой, да? Нет, там родители... Они просто маленькие еще, они подростут. Ясно. Смотрите, какие красивые бусы. Да, да, да. Вот глянцевый попугай. А это желтые неразвучники, розовощекие. Завтракают, видите как? Семечки там у них, овес. Цена 800 рублей. Он идет. Почем ваши неразвучники? Орвались. Все ясно. 1300? Вот боржуй. Так, а здесь голуби. Повернулся и поехал. А вот еще карелы молодые. А вот, по-моему, постарше самец. Ну понятно. Постарше уже как бы не год она. Молодежи мало хорошей. Если всех, то по 1300. Клетки почем? Сегодня в ассортименте клетки красивые. И для хомяков, и для попугаев. Такие разные. Здесь такие вот с домиками, с крышами красивыми. Видите? Будущее. Вот если я чуть-чуть заметил, малыша. А синие какарики почем ваши? Да. Метра не до зол. Таблетка на литр воды. Вышикла. Я слушаю. По чем синее? По две тысячи. По две, да? По две тысячи. Заберешь всех, вот там дешевле. Понял. А это чехи или выставочные? Раньше был трехопок. Это чехи, вот они, вот они сидят, ледовые. А это мясо, это называется андалук. А это чехи, да. И по чем они сейчас? Ну по тысяче. По тысяче. Да, их была полная клетка, два осталось. Хороших жеребцов. Друзья, канарейки. Вот и снимай. Девчонки. Да, да, да. Смотри по девчонке на когтик. Здесь вот волнистый молодежь. 500 рублей цена. Перчий мальчик. 2500 ценник. Друзья, здесь карелы, без щеки и карелы. Щеката 2 500. Без щеки... Без щеки 2 500. Щеката 2. Розелла 5000. Вроде правильно сказал. Друзья, большой выбор вот таких вот замечательных переносочек. Такие переноски можем высвать почтой. Обращайтесь по номеру телефона 8 928 231 6107. Отправляем почтой. Переноски малые, побольше. Гнезда, поилки, пожалуйста. Гнезда, обратите внимание, есть такой расцветки. Есть из жута. Есть синие. Есть розовые. Так еще в наличии есть вот такие вот клетки замечательные. Цена вот этой клетки наверху, которая 1000 рублей. Светленькая, тоже 1000 рублей. Пожалуйста, обращайтесь. Можем выслать почту. Доходит все в целости, сохранности. Любые гнезда, какая вам понравится, идет в комплекте, в наборе. В общем, скажите, как вам надо. Кому набор сделать, можем сделать клетку, гнездышко, кормушка, поилка, купалочка. Вот есть все. В наличии будет под ключ, как говорится. По номеру 8 928 231 6107. Можно все это заказать и получить доставку. Идем дальше. Друзья, много волгоградских канареек. Сейчас заводчик расскажет. Здесь элита. Молодая, но элита. Расскажите, что по чем вообще. Ну что, если из молодых. Допустим, верхний. Верхний? Да, сколько еще? Дядь Валер, расскажи про верхнего самца. А ваши где? Наши здесь. Две с половиной лимонные. Сейчас, подожди, подожди, я камеру наведу. Две с половиной лимонные, 500 рублей самочки. Уже с гнезда снимали. Холостят, но сидят, они просятся. То есть потомство давали, да? Нет. Они холостят. В паровке были? Да, они не были в паровке. Они молодые. 87-8 месяцев. Но они уже холостят. Они просятся. Просятся. Ага. Это вот самое тут. Ну уже и бор пошел. Из 13 штук что-то осталось. Половина. А мальчишки вот эти? Мальчишкам год. Год. Год и два месяца. Они уже на песне. Друзья, сам забудем брать? Вот. Но, не знаю, на покупателя. На любителя? На любителя, да. Овсяночный напив. Скажите, а чем кормите, как кормите? Что даете? Обогащенная смесь, обогащенная. Вот. Мягкий корм также, проращиваем рапс. Вот зеленая смесь. Все как обычно. А зелень такую что-нибудь даете? Обязательно. Одуванчик в весеннее время строго. Одуванчик, да? Обязательно. Обязательно. Вот бывает люди спрашивают, какую еще траву можно, кроме одуванчика? Ну, не знаю, мы проращиваем. Рапс. Рапс. Обязательно, да. Прям вот. И... Одуванчик, рапса, что еще, какая трава? Ну, если разрешено. Ну, не знаю. Вот яйцо. Ну, для... Вот. Я... Ну, это... Я считаю, я их балую. Я им еще листья салата покупаю в магазине. Они надо мной смеются, но я это делаю. Отвечаю. То есть, уже три растения получаются. Одуванчик, рапс и листья салата. Листья салата. Очень любят. Да любую траву. Любую, да. Но, вообще, одуванчик стимулирует. И по дороге. Вот даже сегодня видите, как я обсылал. Но любую траву, говорите, можно? Любую. А ядовитые бывают травы? Ядовитые бывают? Ну, зачем рыбу давать ядовитые? Курица это сдохнет. А как понять, какая ядовитая какая она? Ну, шпарыш, он растет. Шпарыш можно, да? Люцерна берем. Ну, любую. Да, зелень нужна. Зелень не обязательно. Зелень не будет. Ага. А дай перчик, конечно же. Все ясно. Спасибо. Пойдем дальше. Звет, перо, ну, вообще стимул. Ага. Все, что надо нам. Редиска, окрошка. Что мы любым повезти? Яблочко обязательно. Однозначно. Перец сладкий и яблочко. Яблочко сто процентов. Все перцы едят. Краснее. Это птенцы. Это вот эти, да? Птенцы. Птенцы. Это девочки, мальчики? Мальчики. И сколько стоят такие? Полтора рубля. Это вот они старше станут, будут на перцы, на морковки, тогда вот розовая пойдет больше. Вот морковка, перец. Это мозаика, что ли? Или просто будет красный? Какая мозаика будет? Чисто красный. Чисто красный будет? А, вот такой будет, да? Краснейся. Все понятно. Все ясно. Спасибо. Там вот тут сидит представитель этого рода, правильно? Ну, это же их родители. Вот это родители, да, вот они? Конечно. Вот они сведят, а вот и дети. Все же тут сложно. Вот родители. Ничего сложного. Все просто, да? Да, конечно. Идем дальше. Что ж молоденькую тебе же надо? А, купить надо? Конечно, молоденькую купить. А я думал зарегистрирую все на историю и все. Не, надо купить. Да что ж купить? Сам не знает куда девать. Сейчас проходим, посмотрим. Друзья, приезжайте, выручайте, покупайте. Сегодня здесь большой выбор. Японский хамадин. Сейчас дядя Коля вам все равно. Японский хамадин. Я ничего не знал. Владимир дядя Коля, но он ничего не знает, не говорит. Жадный на информацию человек. А ты красавец чувствуешь? Пойдем дальше. Бля, это шикарная пицца. Бля, мне за две предлагал, а тут полторы сразу. Ты же две. Ваня. Ваня. Все. Здравствуйте. Почем ваши пенанты? Пенанты. Пенанты почем? Чем больше, тем лучше. Червонец. 10 рублей, да? А какие овощи можно давать, кроме морковки? Все. Все? Яблоки. Это фрукты, а овощи? А овощи. Капуста. Тыква, кабачок можно? Тыква. Кабачок. Ага. Как ее еще? Субботслово. Свиква? Свиклу. Ага. Вот так, друзья. Самогону. Самогону? Можно наливать. Хозяину. Ладно. Пойдем дальше. Спасибо. Самку пенанты. Там таз. Самку мне привезли для червонистики. Самка 10. Самку можно 8, 9, 10. Так ты его этим взял? Молодец. 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 6 утра. Доброе утро. Всем. 100 рублей съемка. 100 рублей съемка. Молодец. 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 Сколько стоят такие? 2. 2 тысячи. Молодец. Молодец. По навекам. Да. Ну, да. Ну, совсем все. Крупнее. Да, да. Самое. Ну, оно белое число. Да, да. У него как-то все неважно. Да, да. И хвост в нем, да. Да, да. Такие вот девчонки сегодня есть. 500 рублей, говорит. Какую цену горный попугай? Тридцать. Один? Пару. Пару тридцать. А здесь розелы красные, два самца. С желтыми крыльями это пес для розелы, а слева красный розелы. Вот человек с белой глины кроликов привез. Твои, да? Ваши? Извините. Мои. Сколько стоят? Две тысячи. Вот это вот слева две тысячи, а это тысяча? Да. Прививочки там? Да. Все так положено. Ага. Татуировочки. А у вас и попугайчики есть? Да. Давайте посмотрим. Привет, передавать будете? Давай. Вот так, да. Как нет, привет. Правильно. Почем неразвучники у вас? Пятьсот. 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 Скажите, а неразвучники, кроме зерна, что еще можно давать кушать? Там ветки, овощи, фрукты можно? Да. Или только корм? Нет. А деревья любые можно давать? Да. Ну, желательно это, типа так. Вишня фруктовая. Желательно фруктовые, чтобы были неопрысканные, да, сады? Да. Ива хорошая. Ивушка полезная, да? Понял. Будем иметь ввиду, ивушку неразвучников обязательно надо. Хотя бы раз в три дня. Перья павлина еще. Павлинов держите, да? Да. И почем одно перышко? Пятнадцать рублей. Пятнадцать рублей. Пятнадцать рублей такая красота стоит. Друзья, обратите внимание, какие красивые петушки здесь. Вот они тут буксовали. Вон они крупные, все на пивочках чистенькие, все так надо. Красота. А почем ваш с левоголовой? Пятнадцать. Взрослые уже? Три года. Три года? Ну да. Причину продажи спрашивать не будем. Какую хочешь, такую придумай. Какую хочешь, такую придумай. А я тебе правду скажу. Правду? Сдохла самка. Сдохла самка? Да. Отравилась? Нет, не знаю. Два яка снеслась, сдохла. А, может что-то там не разнеслась, наверное, да? Нет. Нет, яйца не... Что-то может... Яйца не было. По-женской, по-птичьему. А он что, танцует и так, да? Так он же маленький. Вот он там. Вот красавица. А там маленькая клетка. И балуется так, да, сиди? Вот. Так, а ваша розелла почем? Десять рублей. Десять рублей, да? Скажите, а чем кормите? Помимо зерна, допустим. Какие травы даете, интересно? Любые. Любые? Ну, допустим, есть какие-то ядовитые, запрещенные травы? Ну, основное, это пастущая сумка там идет. Пастущая сумка, да? Да, пастущая сумка. Потом что идет у нас еще? Мокрец. 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 Потом... Это звездчатка. Шпарыш или это? Шпарыш? Да, шпарыш это самый лучший. Птичий горец, да? Ну, рыбка там, короче. Рыбка? Одуванчик. Одуванчик. А рыбка это что? Трава такая? Трава такая, как ветелочка такая. Она сейчас ее везде много. Налить еще. Вот если ты налил мне... Привет передавать будем? Да, кому? Жене? Нет. Любовнице? Соседям? Ну, возраст бы не тот. Все понятно? Да. В общем, по растениям спасибо, подсказали. Всем любителям природы. Любителям природы привет, да. А вот трава, рыбка, это что за трава? Я так и не понял. Она, короче, лечебная. Лечебная? С ней делают настойки там всякие. Я просто первый раз слышу рыбка. Может как-то по-другому еще называешь? Ну, можем у нас называть рыбка. Рыбка. Она такая, как метелочка такая. Друзья, кто знает за рыбку, напишите, что за рыбка. Как форма метелочки. Подвернулся от нее. Идем дальше. Спасибо. У нее цвет такой, знаешь? Такая трава. Друзья, здесь певчие красивые. Не мог мимо не пройти. В какую цену красные певчие ваши? Шесть тысяч. Шесть тысяч? А вон ценник валяется как раз, да? Вон ценник. Да, 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 да. А неразучки такие в какую цену? Две с половиной тысячи. А это вот их не основное питание? Или просто походное так насыпали? Это основное питание. А помимо вот этого что-нибудь еще даете? А, морковку, яйца. Морковку, яйца, да? Конечно. Яблоки. Трава. Трава. А трава какая? Ну, мокричник. Да, ну, одуванчик. Мокричник, одуванчик. Ну, салат еще не вырос. Салат не вырос. Селедка, трава. Все ясно, спасибо. Какую цену у вас такая красота? Три. Четыре. Три. Это дороже, да? Четыре. Это красный считается, а это как рубиновый просто, да? Да, да, да. А вы подсказать можете, какие травы можно давать перчим пропугаем, допустим? Именно перчик. Траву. Траву, да. Растения. Мокричник, подорожник. Мокричник, подорожник. Одуванчик обязательно. Одуванчик обязательно. Пастухья сумка. Ну, как и всем обычно. Пастухья сумка, да? Все ясно. Спасибо, идем дальше. Друзья, здесь курятник. Хорошие куры я в том году брал. Буду в этом году тоже брать. Ну, доминантов. Полюбились доминанты. Вот такие вот. Какой возраст у них? Три с половиной месяца. Четыреста рублей, да? Курица. Почем у вас волнистые? Пятьсот рублей. Ну, вы сказали по пятьсот. Двух черных. Не, не, ну, были бы самцы, я взял. Получай. Вот, приобретают. По меня не снимай. Меня не снимай. Меня не снимай. Даю. Вот так раз. И вот такую вот переносочку. Друзья, кто хочет вот такую переносочку себе приобрести, обращайтесь по номеру телефона 8 928 231 6107. Переноски высылаем почтой и все у вас будет классно. С числа 5 апреля вылетело. Два рубля. Самцы годовалые. А это гибрид у вас? Здрасте. Здрасте, дяденька. Гибриды. Гибриды почем? Два рубля. Песни шикарные. У зеленухи. А селедка сколько? 500 рублей. Это гибрид с канарейкой, да? И со щеглом с канарейкой. Да, это зеленуха. А каким, каким цветом мать была, не помнишь? У щегла была муаровая. Розовая. У зеленухи была зеленая. Ну, зеленуха, зеленуха, да? Да, да, да. А, в смысле самка снает. Мудунулся зеленый. Все, ясно. Песни у него шикарные. Она и зеленушечными стрелями дает, и канарейчными. Искупались. Красавцы гибриды. Редко бывает. Друзья, здесь щенятки. Какую цену ваши малыши? От десяти, да? От десяти. Ясно? Ага. Идет на доме. Идет на доме. Прелесть. Что это за порода? Доминанты. 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 А это вот образец, какие они получают, когда вырастут. Красавцы. Там другая расцветка, да? Какую цену ваши волнистые? Непонятно. Скажите, а яйца фазана бывают на инкубацию? Продаете? Я не продаю. Не продаю, да? Там не видно никого. Такие фазаны, яиц нет. А вы фазана яйца продаете на инкубацию? Нет. Нет. Такие фазаны. А резонно яйца продавать нет на инкубацию. Нет, если у кого-то питомника с больших, может кто-то и продает. Да и орань купить в питомнице. Кормите, да? Это как завтрак у них? Да. Они любят это, да? Любят. А сколько стоят? 10, 15 и 20. Номер телефона есть на визитке? Нет, нет. Давайте покажем. Сейчас. Друзья, вот пожалуйста. А вот. А, ну да она, бийские козы, видел? Ушавые эти. Друзья, вот продукты из козьего молочка. Вот собственно молочко. Вот сырочек Свеженькая, вкусная, полезная Сегодня большой выбор цыплят Курочек, петушков Друзья, здесь утки Утки, утята, гуси Голубая утка И вот так до горизонта Курица, петухи, петлята Курка, петухи, петухи Ага, давайте пять Почем ваш попугай Пенанты 10, рубиновые 6 Пенанты 10, рубиновые 6 Это розелла рубиновая, правильно? Да, да А какарик почем? 1200 Отлично Последний остался, обрастет, Юра Здесь самцы, самочки Розелла, красная, пенанты Вот такие вот обезьянки А почем такие шишки у вас? 150 и 50 150 и 50 А почем ваши канарейки? По тысячам Это девочки, мальчики? Девочки Девочки по тысяче рублей А где тут самки, где самец? Как это понять? Вам надо? Да У меня есть прошлогодние Они вот уже на яйца Прошлогодних не надо? Ну и здесь выберем давай Если надо А если так, чтобы на яйца Я тебе могу, на шене у меня сидят Прошлогодние Они молодые, прошлого года, июньские А это с большими лапами 4, а это 1,5 А это 4 По чем гуся-то у вас? 1600 1600 Холмогоры Холмогоры А 1600 десяток, да? Один 1600 Десяток 16 тысяч Десяток, ну понятно Какой возраст уже у них? Две недели Две недели Уже можно переставлять Уже покосили, да? Ну, можно Я сейчас прохожу второй ряд Здесь у нас курочки Павлины Голубей очень много Попугай в канареек Уже здесь нет На этом видео подходит к концу Всего всем хорошего Удачи, спасибо за просмотр Подписываемся обязательно на канал Каждое последнее воскресенье месяца Ярмарка Ярмарка Город Кропоткин Улица Речная, 6 Всем до скорой встречи